Интересные новости приходят из США. Дело в том, что ФБР предупреждает американского правительства о том, что все еще не закончилось с эпопеей восстания трампистов возле Капитулия. Сегодня ночью ФБР оприлюднило сообщение о том, что в столицах 50 штатов, как минимум в столицах, готовится что-то по типу вооруженных мятежей трампистов во время присяги Байдена. То есть 20 января. Речь идет о 20 января. В Белом доме в Вашингтоне, в Диси Колумбия приняты чрезвычайные меры безопасности. Но, как видно, придется их принимать еще и по столицам штатов, потому что, чтобы вы понимали, за Трампа проголосовало около половины американцев. Да, он выборы, по всей видимости, проиграл, но, как ни крути, факт остается фактом, что за него было отдано около 48% голосов. Это огромное количество людей, из числа голосовавших. Это огромное количество людей, и он своими речами убедил их в том, что выборы были сфальсифицированы. Несмотря на то, что суды прошли, и Трампу не удалось выиграть ни одного из судов, но вот людей это не убедило. И народ считает, что их обманули, что выбор несправедлив. Многие, по крайней мере, из трампистов считают так. Они живут, они равномерно плюс-минус рассеяны по всей стране. Поэтому, если ФБР предупреждает о том, что варианты с насилием, а учтите, что американцы все поголовно вооружены, что варианты с насилием возможны, они таки возможны. ФБР в таких случаях не шутит. И я думаю, что нас ожидает довольно жесткое противостояние. Я не знаю, в какой форме оно выльется, но довольно жесткое противостояние 20-го числа. Так что придется следить за новостями и держим кулаки за Америку. Лично я хочу, чтобы у них все было хорошо, все было спокойно. Байден пришел к власти, наконец-то они успокоились, занялись своими внутренними делами. И чтобы все у них было нормально. И у нас тоже обязательно. Будет у них нормально, будет и у нас, вы же понимаете. Всем привет.